Творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Салмановна Мактум-Сайфуден. Ну что, приготовила себе такой ужин, как в Парижах. Я вам покажу. Вот так на мой балконе. Сейчас пойдемте на мой балконе. Я буду кушать. Будет с вами обсуждать различные темы, читать книги из моей библиотеки «Позитивное мышление и смежные науки. Жить в любви». Кстати, книжка. Ну, вы знаете, эта книжка, которой я дала анонс и написала, что в одной из передач будем изучать книжку Натальи Борисовны Правдиной. Эта книжка у меня на этом компьютере. Вот. А там это «Белкони-белкони», в общем, в моей спальне. Там у меня другие немножко книжки, но Наталья Борисовна очень много. Это такая одна из ее любимых тем о любви. Так что мы там в другой книжечке посмотрим на эту тему. А эту тему потом, вот на этом компьютере. Так что вот, вот такие вот дела. С вами я, Татьяна Салмановна, Мактум, Сайсуди. Сейчас сварила уже макарошки с соевым мясом. Они у меня тепленькие. Сделала бутерброд, имитированный черной икрой. Помыла помидорку. Сполоснула горячей водичкой, кипяточком. Вареное куриное яйцо. Вот. А немножко кетчупа. Воды нету. Вот. Так что. И сейчас я загружаю мое видео. Вот. В общем, закаляюсь. Закаляюсь. Мое такое эксклюзивное видео. Сейчас загружаю на мою страницу ВКонтакте. Татьяна Салмановна через Дефис. Мактум Сайсуди через Дефис. Такой эксклюзив. Вот. В общем, холодненькая водичка. В общем, вода. Даже не знаю, лето. Вода очень-очень прохладная. Под душем. Но, как говорится, люди в минусовую температуру, в минус купаются в проруби. Вот. Купаются в проруби. Для этого, конечно, нужна быть определенная привычка, закалка. Это не является какой-то рекомендацией от меня, кто решит, знаете, там это закаливаться, этот вопрос индивидуально, его нужно изучать. Так что вот. Ну и вообще, чтобы, это нужно вообще, в принципе, кто желает, это нужно немножко постепенно, постепенно. Но это все, знаете, требует специального изучения, как и специальные техники, например. Какое-то голодание. Вот. Что-то такое экстра-экстра. Так что вот. Имейте это в виду. Я как бы вот показываю, знаете, я как бы делюсь своим опытом. Так что вот. Изучаю сама материал, книги читаю, позитивное мышление, как я уже сказала, тантра, тантра-йога, мотивация, успех и многое-многое другое, что входит в науку, искусство, жизни. Вот такие вот дела. И также смотрю огромное количество роликов на такую же тематику по Ютубу. И также загружаю на мою страницу ВКонтакте. Татьяна Салмановна через Дефис, Мактум Сайбудин через Дефис. Это и Ирина Хакамада, и Мирзакарим Норбеков, и Джозеф Мерфи, и книги Норманца Винсента Пила. Вот. И загрузила еще вчера видео, даже как там, сейчас на вскидку. Его посоветовала в книжке Наталья Борисовна Правдина. Я посмотрела его на Ютубе. Сейчас даже, я даже немножко забыла, Спенса, Спенса, Джоди Спенса, правильно я произнесла. Это посоветовала в книжке Наталья Борисовна Правдина. Так что вот, я еще сама это видео не смотрела, но изучаю. А также Тони Робинс, Ангелина Могилевская, Наталья Правдина, Светлана Ермакова, многие-многие другие, Александр Свияш, Юлия Свияш, Школа Очарования, Дау Любви и Секса, и многое-многое другое. Так что вот. И включая сеансы Сергея Сергеевича Коновалова, Молекулярная Медицина, поскольку я посещала огромное количество лет его сеансы, тоже загрузилась, вы можете ознакомиться, смотрите, какие результаты. Мужчина там больше, сказать, 85 лет, выглядит, ну, лет на 50, понимаете. Вот, вот там, ну, для этого нужно пролистать, пролистать вниз мою эту страницу. А также сейчас я загрузила, сегодня загрузила огромное количество моих фотографий. Это такая, знаете, моя такая фотосессия, очень люблю фото. Но сейчас я делаю моим компьютером, поэтому я, полный рост как-то нет, а вот, знаете, я нажимаю на моем компьютере, нужно сделать фото. Поэтому они такие у меня все портреты, портретная съемка. Татьяна Салмановна любит, такие красивые. Так что, ну, хорошо, давайте, да, сейчас я вам сейчас немножко покажу, открою, знаете, вот это, открою эту штучку, покажу, все, покажу. И видео сейчас уже нажимаю. Сейчас я уже нажимаю, показываю. Сейчас Татьяна Салмановна покажет. Кошечки, кошечки, девочки отдыхают. Видео загружаю. Нажимаю, загружаю. Нажимаю, загружаю. Также я загрузила денежную формулу Натальи Правдиной, Джозефа Мерфи. Она уже советует научные мориты, Джозефа Мерфи. Так что вот. Вот такие я взяла. Ах, эти красотки, ах, эти девчонки малюбок. Ах, эти эротические. А, еще у нас такая самая тематика, обсудить. Как же живут миллиардеры? Немножко помечтать об этих миллиардерах. Да, хотела переодеть платьица. Но, знаете, сейчас покушаю, потом, знаете, какие-то наряды-наряды, здесь какие-то фото-фото. Такой эксклюзив. В общем, это видео я загрузила. Сейчас поставлю еще загружаться. А, Татья Салмановна, пока это фото-фото, загружать-загружать. В общем, кушать. Надо кушать. Вот макарошки. Смотрите, макарошки уже немножко остыли. Макарошки остыли. Но что сказать? Сейчас я их немножко, знаете, сполосну. Не просто сполосну, а горяченькие. Знаете, их немножко промол горяченькие. Они были немножко более теплые. Так что вот. Ах, эти красотки малюбок. Ах, эти супер-красотки малюбок. Ах, я такая голубоглазая. Ах, да. Хочу быть, знаете, великой певицей, великой актрисой. Татьяна Салмановна вообще хочет в Голливуде, как Арнольд Шварценеггер. Ах, Татьяна Салмановна любит «Хаммер» и «Аш-1», любит Голливуд. Хочет сняться в фильме, как красотка, за такие же гонорары. Ах, где там этот Спилберг? В общем, готовлю. Готовлю себе такой этот ужин. Ламбада-ламбада. Ну, ах, этот Спилберг. Вы смотрите мою творческую программу, моей творческой студии позитивного мышления, силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна, Мактум, Саинфудин. Это я. А, также я вам загрузила огромное количество этого, как называется. Ну да, инвестиции, учусь, да, учусь, все это горяченького добавить. Эти инвестиции, Варен Баб, Варен Баб, это его книжка. Ну, сказать, что я там что-то такое, в общем, как-то учусь. В общем, учусь, 12 грамм, это Салмановна, не забываем. Зарядку сделали, плечики назад, назад, плечики нужно держать, но его более видно, не забываем. Так что вот, здоровье это очень важно. В общем, макарошки, соевое мясо. Макарошки, соевое мясо. Сейчас я посмотрю. Так. Морс, это Каролина. Представляю, что это супероливковое, супероливковое масло. Много ведь не надо. Сейчас я посмотрю, насколько макарошки я посолила. Может быть, еще нужно будет немножко, да, немножко посолить. Я посмотрю. Ну да. Немножко сейчас посолю еще макарошки. Посолю макарошки. По-моему, я пересолила. Ммм. Вот я думаю, она, наверное, влюбилась. Конечно, я люблю соль, но не до кучей степени. В общем, варим бампорт. Загружаю его там, где видео. В общем, учусь. Правда, мне не всегда хватает энтузиазма. Просто когда я это смотрю, я думаю, это рассчитываю на огромные деньги. Если бы, знаете, какой капитал капитал, тогда это может как-то интересно. Понимаете? Вот это было. Давай сейчас другое. Сейчас я. Сейчас я. Другое видео сюда поставлю. Загружаться. Понимаете? При деньгах. При деньгах. Вот это вот. Тогда уже инвестиции, уже как-то вот это инвестиции и так далее. Ну вот, а так на самом деле. Когда вот деньги, тогда уже понимаешь, что есть определенные деньги, которые ты хочешь инвестировать, приумножить. Это да. А рассчитывать на перспективу, знаете, вот это заработать, а потом это вложить, это как-то, честно говоря, не очень комильфо. Я вот, знаете, вот как-то себя поймала на этой мысли. Нужно обладать определенным капиталом, чтобы, в общем, этим супер-супер интересоваться. А, еще Бодо Шефер. Бодо Шефер. Ну и, конечно, Луиза Хей. Как же без аффирмаций, Луиза Хей. Так что вот, смотрите мои программы. Чаек. Чаек я заварила. Тянем спинку, спинку, чтобы ровненько, такая спинка должна быть ровненькая. Чтобы спинка ровненькая. Спина прямая, позвоночник здоровый. Так что не надо об этом забывать, не надо. Тем более, съемочка, это очень, как говорится, очень, как бы, хорошо. В общем, поставила чуть-чуть видео загружаться. Вот так, хорошо. Значит, сейчас мне нужно там будет открыть. Я думаю, сейчас я там вот открыть меня. Или я, может быть, здесь покушаю? Я подумала, может, я здесь покушаю? Это пролистываю мою страницу. Ну да, я рекламировала, видишь, рекламировала искусство жить в любви. Наталья, книги Натальи Борисовны Продиной, я ее творчеством интересуюсь с 2002 года. Вот. Маленькая книжка большого женского счастья. Все сбудется, я помогу. Искусство жить в любви. Так что вот, отрывок из книги Натальи Продиной. Искусство жить в любви. Здравствуйте, дорогие мои. Еще одна маленькая, но важная книга для вашей дамской сумочки. Вот. Ну хорошо, цвет. Чем-нибудь посмотрим. Давайте-то посмотрим, как еще, знаете, светорежиссер, Кен Фалманович, как светорежиссер посмотрит. Как падает цвет? Там падает свет здесь, здесь, там, туда. Как свиторежиссер? О, смотрите. Ну, я считаю, что, в принципе, свет падает даже очень супер, супер даже, в общем, как это называется, себя нужно это... Как говорила, как говорила в этом фильме, опыт на свой счет Гурченко, главной героини, фасад нужно укреплять. Она говорит, ты что, даже не красишь реснички? Ну, я говорила, фасад нужно укреплять. Сейчас мы обсудим этот фильм. Петя Салмановна знает, фасад, она, говорит, нужно укреплять. Так что, вот, она там плакала из-за этого мужчины, влюбилась, она такой, знаете, красавец, там, вот это будет, там, вот это вот, короче. Он, конечно, подумал, что она ему неровнее. Сейчас обсудим. Сейчас, хотя она сама нам все расскажет. Все расскажет, сейчас все обсудим, а что не обсудить? Сейчас все обсудим. Петя Салмановна, это один из ее таких этих фильмов интересных. Так, сейчас нужно будет немножко стереть, протереть. Сейчас, сейчас и штучкой я протру. Протру вот это. Протру вот это время. Ну что, дали воду? Нет, воду нет, воду еще пока не дали. Еще волосы красить рано, воду еще пока не дали. Диафренд, в этом воду еще воды пока нету. Так что, кто там решит волосы, это покрасить, там еще что-то такое. Далее. 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 себя уже приготовила уши приготовила в общем Сейчас ее нужно сделать красивые пейзажи, эти супер пейзажи, поставить на зарядочку. Вот прям полмана, ставим это на зарядочку. Ах, вот эти девчонки-малибу, эти красотки, девчонки-красотки-малибу. Ну да, сигналы с космоса. Татьяна Солмановна, знаете, Пелевин еще не читала, но она вам может показать, почему они там, вот это, кубометры этого песка еще появились. Ну нужно писать, понимаете, у меня здесь еще сценарии, сценарии, так что вот Росдолг, Росдолг мне сегодня звонил, так что вот. А, еще Тинькофф Бэнк прислал 550 рублей, плейс, 550 рублей, мы ждать не можем, плейс. Так что еще сценарии, помимо, сейчас Татьяна Солмановна вам расскажет, еще сценарии пишу. Ну что, сейчас посмотрим, как свет падает. Вам будет видно, что-нибудь такое шикарное, шикарное поставить. Как еще это не буду здесь выглядеть. Ну что, хотела там это обсудить, я этот фильм смотрю на несколько раз по поводу, ну, макарошки, знаете, в принципе, знаете, у меня макарошки немножко, это у меня салат. Я бы сказала, в моем этом сегодня этом гранд-ресторанте, салат, а, для штучки нужно вот это вот. А, что это такое? А, это маска. Смотрите, это маска, подарок от Тинькофф Бэнка. Представитель ко мне, когда приезжал, понимаете, представитель Тинькофф Бэнка, когда приезжал, да, оформлял Тинькофф Бэнк, когда приезжал, да, оформлял Тинькофф Бэнк, ну, а планет квартиру, в это видео можете посмотреть. В моем лайф-джорнале на двух моих каналах Ютуба, Татьяна Солмановна, Максон Сайфудин, на русском, на английском языке. Я вот такой парень, ах, такой мужчина, даже уходить не хотел. Он сел, короче, у меня в спальню, пригласила в спальню. С ней у меня такая вообще красота, он такой сел, думаю, о чем он сидит, понимаете, полчаса, час, он там вообще сидел, сидел, такой парень. Сейчас он салат немножко шутит, я просто подумала, ну, привезли им, сказали, там, ну, пять минут, ну, десять минут, ну, не четыре, десять, а, больше часа. В общем, это подарок от Тинькофф Бэнка, вы поняли, да? Ах, такая красота. Да, я только не поняла, почему она не в алмазах. За социал-саман немножко шутит. Зачем вообще мне вот этот подарок, эта маска? Это комплимент от Тинькофф Бэнка? Я понимаю, как бы она была в алмазах, а, 550 рублей заплатить. Я вот пару раз ходила, вот, в теми шагов, но она мне понадобилась. В принципе, да. В общем, салатик, в общем, такой салатик. Вот. Макарушки немножко остыли, ну, я считаю, что я с яйцом их перемешаю. Вот. Сейчас такое лето. Они, в принципе, теплые. И нет, а сейчас с кетчупом перемешаю. Вот. С маслицем. Потому что, в принципе, определенную температуру, нужно это выдерживать, определенную температуру. Если, знаете, из-за этой Мишлена, Мишлена Салмановна, сколько раз вот эту вот спинку не надо, вот это вот, не надо гордиться. Плечики назад. Это я себе, это я себе напоминаю, потому что, во-первых, плечики назад, а во-вторых, ногу на ногу, не надо сидеть. Привычка у меня такая, вот эту ногу на ногу, и могу там вот это вот, вот это там брендировать, там часами брендировать, а это нехорошо. Знаете, если села ногу на ногу, и вообще у этого компьютера, чем меньше ты видишь, тем лучше. Так что вот, а я там, знаете, в шестнадцатом, семнадцатом была таким этим блогером-блогером, типа там, по десять часов в день. Так что вот, должна быть уже, это я не, миллиардершей. Так что вот, не надо ногу на ногу. Вот так, лучше эту штучку как-то вот эту. Надо себя как-то вот эту вот. Так что вот, ногу на ногу не надо. По поводу этого фильма. И будет как раз, как там писал, читаем, это, жизнь в любви, вот как раз жизнь в любви. Яна Салманова, не по книжке Натальи Правдиной, она по этому фильму сейчас вам все рассказывает, все поймете. Я там буду загружу, там, пару серий. В общем, такая она влюбилась, это провинциалочка, такая обычная, такая наивная девушка. Она такая, очень, знаете, такая из этих книжек. Зачиталась книжек романтических, влюбилась в такого красивого парня, вот. Приехала его искать, вот. Вот такие вот дела. Нашла, и там это, в общем, короче, какие-то перипетии. Ну, а ей Гурченко, это Гурченко там еще играла, знаете, она потом такая, она какая-то там, это, мы поехали на машину с испытаниями, она туда путевку, путевку купила, поехала, а, чтобы туда поехать, она еще какая-то, про министра отдельно расскажу. Вот она, ты что, говорит, элистички не красишь, фасад нужно укреплять. Она имела в виду, что надо быть при полном боевом снаряжении. Это что значит? Надо быть красоткой. Встала, привела себя в порядок, прическа, прическа, обувь и одежда, макияж, глаза, брови, помада, какие-то украшения. Не значит это, ну, это я вам из себя уже говорю, не значит, что у вас там должно быть там какие-то бриллианты, вот это, а вот, ну, в общем, по возможности, по возможности вообще, если хочешь быть богатой, нужно выглядеть на миллион долларов. Вот это стало, вот это оделось, и выглядишь на миллион долларов. Так что вот. Она ей намекала, иначе она там с этими слезами. Сейчас, знаете, мне нужно немножко чайничек, мне нужно что-то разбавить. Сейчас немножко, смотрите, я там, сейчас кипячу еще чуть-чуть водички. Сейчас я тут закипячу чуть-чуть водички. Может быть, здесь можно поставить, конечно, может быть, какую-то ароматическую музыку поставить, вот. Какие-то, может быть, эти мантры, как советуют, знаете, эти мантры, что-нибудь там такое, может, какая-то музыка, знаете, какая-то спа, какая-то что-нибудь такое. Ну, в общем, давайте не будем отвлекаться. Ну, она имела в виду, конечно, она там посмотрела, что такой парень симпатичный, Леша симпатичный, просто красавец, Костолевский-то играл вот в этом фильме. И она, конечно, знаете, когда к нему приехала, вот это вот смотрит, а у него там, знаете, как там, куда они едут, там у него, знаете, вот эти подружки там, у него, конечно, там богат, из такой богатой семьи, обеспеченный. Что он там, зачем она ему нужна-то? Она просто, знаете, как-то вот это вот. В общем, чаек, чаек, король Российской империи, имейте в виду, эксклюзив. Там показаны, такие девушки современные, она такая несовременная, понимаете, такая, знаете, вот эта пронициальная, и, в общем, он даже от нее, она сразу не даже, она как-то не влюбилась, потому что она же не сразу поняла, что она от нее просто шарахается, понимаете? Просто шарахается от нее, вы поняли, да? Ну, давайте к позитиву, давайте немножко здесь себя нужно как-то украсить, супер как-то себя украсить. Ох, это какая красота! Ну вот, на чем мы остановились. Она не сразу, она понавилась, я не сразу это поняла, но она решила, что, понимаете, ну, в общем, любовь, что сделаешь? Любовь. Вот, конечно, у нее случилась любовь, и она, конечно, вот это к нему, а к таким мужчинам вообще вот это вот, чем, знаете, чем больше ты его любишь, тем он быстрее на тебя убегает, тем более с такой внешностью, это он как должен влюбиться, чтобы жениться на такой девушке, я даже не знаю, вы понимаете, да? Это, знаете, из области фантастики. Вот, и там показаны, конечно, у нее такие, эти, спинку прямо. В общем, показаны такие у него там в Москве, или где там в Москве, такие девушки показаны, такие, знаете, вот эти вот уже на современные, современные вообще-таки подстать ему. И она такая приехала, он вообще-очень не понял. Она, знаете, просто, знаете, смешно, там, нет такой фильм, она за ним, она там у нее еще друг этот был, и она за ним поехала, и, конечно, в общем, потом она поняла, что, конечно, она ему не нужна, вот, стала там вот это слезы лить, а Гурченко ей говорит, что фасад нужно укреплять, нужно быть при полной боевой готовности, нужно лицо, лицо нужно, чтобы, это, ресницы красить, губы красить, чтобы быть красивым, чтобы привлекать привлекательных мужчин. Но, к сожалению, там такая актриса, как бы она не навела марафет на свои ресницы, к сожалению, вряд ли ей это, думаю, что поможет. Может быть, ей могло бы помочь с кем-то другим, но не с Костолевским, понимаете, вот таким вот, ну, по каким-то, ну, что-то понимаете, да? Ну, она, наверное, знаете, вот, я его веду, что вот так вот накрасилась бы, вот так вот там походила, походила, и там другие бы мужчины обратили на нее внимание. И она подумала, ну, ладно, вот он обращает вот этот мужчина на нее внимание, вот этот обращает, и как бы, знаете, как-нибудь вот так вот, она с кем-нибудь другим бы познакомилась. А так такая все это одна-одна, в общем, вот это вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Даже если бы он на нее обратил внимание, потом бы, я так понимаю, немножко, знаете, вот это вот, из других вот так обобщаем вообще, обобщаем. Ну, предположим, даже он бы как бы вот это. Но потом бы он, понимаете, все равно, знаете, вот там девушки, вот там, потом бы она, знаете, сидела бы, а также вот это бы расстраивалась, что он там непонятно с кем, вот это там какие-то подружки, все вот это вот, вы поняли, да? Да? Вся вот эта история. Она потом бы сидела, лила слезы, что, понимаете, вот там задерживается, там эти подружки, вот, да что вот. Даже, может быть, если бы он даже как-то сам, понимаете, даже такие мужчины, если они как бы, может быть, он как-то и сам, если как-то вот, знаете, думает, что, ну, нет, нет, вот это... Это просто такое внешность, куда не придешь, сразу там и раунд, и раунд куча тех женщин, которые сами что-то там предлагают, обращают внимание, вот, ну, вы поняли, да? Что на этот счет советует Наталья Правдина? Я прочитала несколько книг, у нее все шикарно, на эту тему написано «Быть самодостаточной, любить себя, иметь любимое дело, профессию, заработок, быть финансово свободной и независимой». Ну, как эта тетенька на пенсии, девушка на пенсии, с такой внешностью, обычной, ну, такая, все знают, на этих макияжах, на шляпах, я такая певица, там, вот это вот, ну, как она там, эти романсы. Так что, вот, любит себя, несмотря на какая-то внешность у нее такая вот, ну, она даже бы на пенсии, не стала бы это терпеть, она бы хлопнула дверь и ушла. Вот. Ну, для этого нужно иметь тыл. Банковский счет, ну, она там, машину, квартиру, банковский счет, бизнес. Или эквивалентная. Этого. Как-то мы, знаете, как тоже она там пишет, Наталья Правда, если его зависимо от мужа, от финансовых вопросов. Поэтому та хлопает дверь и уходит. Такая вот. Если надо, и, в общем, как-то вот это, а если нет, то, в общем, как-то вот. Ну, хотя, наверное, ситуация, знаете, когда уже будучи на пенсии, ситуация пенсионера немножко другая, чем, знаете, какие-то молодые годы и так далее. И как пишет тоже там, как Наталья Правда говорила, там этих книгах или на дисках. Ну, что? И тоже я, знаете, сколько там четыре года в Америке жила. Там тоже, знаете, каких-нибудь этих штатах смотришь. Хотя в Коннептику я такого особо не видела. Почему-то жаркие штаты. Почему-то в этих шахтах. А, там больше пенсионеров этих. Они, знаете, все в Афлории, да-то куда-то там, где-то ехал на пенсию, в гольф играть. Я особенно в Коннептике ни в Коннептике не заметила, что там шопятся, например, муж с женой, пенсионеры, там в органик шоп или где-то. Я такого не видела. Что они за ручку ходят. Но факт остается фактом. Я там за четыре года не видела. Ни пьяных, чтобы какие-то пьяные были, или там какой-то вот это вот. То есть вообще там порядок. Ни пьяных каких-то, ни каких-то вот этих, ну, про дебош, я вообще молчу. То есть вообще порядок. В этом плане такой порядок. Я бы сказала, люди такие очень достаточно приветливые. Приветливые, знаете, они не шугаются. Если ты что-то спросишь, они улыбаются, тебя отвесят. Такие, знаете, позитивно улыбчивые люди. Open minded. Я бы так сказала. Я бы так сказал. Это теория. По какой там Светланы Ермаковой или какая-то там теория. Я бы там загружала. Там много всего загружала. Могу немножко перепутать. По по Светланы Ермаковой. Как бы украшая себя, украшая себя, видя себя красивой, женщина вот выходит в мир, как бы, как говорится, наслаждаясь собой и миром. Украшая этот мир и наслаждаясь собой. Вот. Наслаждаясь собой, своей внешностью, одеждой, женщина уже наслаждается миром. И когда это я от себя добавляю, когда она с этой позиции вот этой выходит, наслаждаясь собой и украшая мир, она несет такую очень положительную энергетику, которая очень притягательна и привлекает людей. С ней общаться, с ней хотят общаться, понимаете, ей улыбаются. Вот. Это во школе очарования. Она там говорит, что когда она выходит в определенных энергиях, люди даже просто очень удивляются. В хорошем смысле. В хорошем смысле. Я даже не знаю, помните, в этот собор святого Петра молния ударила. Вообще, римский папа, он же считается наместник Бога на земле. Мы вчера вот с Димом переписывали, с Димом такой клип прислал. Он сказал, что это новые тренды, бренды. Клип. Танцующий в церкви. А в конце, а в конце такое вообще вся земля, все, короче, рушится. Но это никакие идеи будет сказано. Так что вот. Такой вообще философский вопрос, в принципе, обсуждали, как говорится, все ли имеет свое начало и свой конец. То есть, в общем, да, чтобы обсуждать такие темы, нужно быть очень подкованным в каких-то таких вопросах. Просто, может быть, с развитием человечества и с развитием, открытием новых энергий, как эфир, может быть, какие-то и позиции. Понимаете, когда-то не было, когда-то вообще, знаете, и домов не было, и, знаете, когда-то не было ни телефонов, ни, как говорится, машин, ни самолетов. Сколько там лет назад? Тысячу лет назад? Ну, на скидку там, ну, 500 лет назад. Татьяна Салмановна очень хорошо знает этот фильм. Как люди жили при этом, как там, как там, Османская вот эта империя 500 лет назад. Татьяна Салмановна этот сериал смотрела два раза. Вот. Я так понимаю, что они так нормально показали, как люди жили. Там выйдешь за пределы дворца, там а сплошной рынок, иначары. Янычары, которые хотят войны, завоевания, хотят денег. Другие на рынках торгуют, приезжают различные товары, вот эти, самое главное, чтобы были эти водные, вот эти, что можно было привезти. Вот. И как люди там одеты, в общем, они торгуют, и когда эти люди, я так посмотрела, как они там, вот, в этом рынке, и вообще, как вот эта вот обычная жизнь, так это я вас по сей помилую, в отличие от того, как жила Хюрем Султан. Пусть даже у нее не очень такие большие, я вообще не понимаю, я вообще, я у кого-нибудь потом спрошу, я кто-то, я кто-то к ним приеду. Пойду в этот, это вот там, знаете, там можно пойти на экскурсию в этот дворец. Я задам вам, ну вы уж готовьтесь, Татьяна Салмановна поедет и задаст вам вопрос. Так что вот. Я не поняла, почему там такой огромный дворец, там показаны вот эти вот огромные вот эти просторы, и почему такие маленькие покои были у Султана Сулеймана и у его этих, у его жены. Я считаю, что пространство, оно расширяет, там должны были быть, по крайней мере, большие комнаты и несколько комнат. Там очень маленькие комнаты показаны, был коней, две комнаты, и то, когда она там у ее ребенка была. А так она в одной небольшой комнате, метров тридцать, наверное. Для такого дворца я вообще не поняла. Пусть мне ответит этот вопрос. И он тоже, и Султан Сулейман, может быть у них вот это вот, они какие-то к большим вот этим пространством. Я считаю, что, понимаете, когда вот это вот встаешь, ну, не буду вам это как говорится, вот это вот. Тем более, там находились огромное количество времени. Я считаю, что у них должны были быть большие комнаты и несколько, чтобы они, знаете, из комнаты в комнату, и вообще такой свои, как бы такие отдельные суперапартаменты. А остальных я, ну, остальных нормально. Они показывают комнаты-прислуги, примерно таких же размеров, ну, там в два раза меньше, ну, я вообще, вот это еще такое. При вот этом огромном, они хотят сказать, что все остальное было занято кем-этим прислугами-прислугами, так они бы еще пристроили. Или они там по коридорам были, они разминались по коридорам. У них там опасно было разминаться по коридору, потому что, когда выйдешь, неизвестно, чего может случиться. Там же за, там эта дверь открыла, там страшненькие стоят. В общем, там как бы опасно, там вышел эти коридоры, там же, обратите внимание, как они ходили, из этих спокойств выходишь, и одни там нельзя, там вот такие коридоры, чтобы не заблудился. В общем, там, знаете, вот это вот, с этой сохраной, с этим, с какими-то вот этими, они все с сопровождением ходили. Это я о чем? Это я о том, как вот это показывает, вот этот рынок. Эти простые люди, в этих робах, в этих накидках одетых. То есть жизнь какая вот эта вот. Это к чему? Я же я стала к чему-то говорить такому. Я мысляю, мысль-то вот эта. А, к телефонам, к самолетам. Там же показано, когда они пошли в завоевание, знаете, вот такие, знаете, вот эти люди, которые какие-то вот, как его там, ну, в общем, завоевание, когда они там завоевали, все, статуи увидели, столы стали привозить, эти статуи, столы, так умеют, для них это было нонсенсом. Они как на полу, на это, знаете, вот на полу, на коврах, такая привычка, понимаете. А, еще портреты, нельзя было портрет рисовать. Не то, что телефоны, а в компьютерах вообще, мы это молчим. Считалось, что, в общем, рисовать как-то, ну, в топорах, конечно, тоже не было. И чтобы нарисовать портреты, тоже нужно быть продвинутым. Вот. Это, определенное, понимаете, это 500 лет назад было. А если бы им показать вот эти вот самолеты, машины, компьютеры, телефоны, вот этим людям, которые там вот это вот, они, наверное, сказали, что это, ну, они что подумали? Они подумали, что прибыли вот эти, с других планет, эти, инопланетяне, как бы они это, вот это, они подумали, что это с других планет, что-то там такое, вот это, то есть, а как, а что, а откуда это? Это о чем? Это вот есть такие, как это говорят, вот, как электричество работает, понимаете, вот это изобрели, электричество изобрели, понимаете, это лампочка, электричество, компьютера, телефона. Как это мобильная связь работает, понимаете, без проводов, вообще вот так берешь и звонишь. Считается нормально. Так что вот, Никола Тесла, который говорил о других энергиях, об эфире, понимаете, да? Поэтому вот эта книжка «Наука быть великим», я вот ее читаю, изучаю, и там говорят, что вот, как говорится, вообще, Земля, или как-то, наверное, в общем, происходит такое вот это вот постепенное, понимаете, такое постепенное развитие, вы поняли, да? Я же вам читала. Мы же изучаем с вами эту книжку. Поэтому, я так понимаю, определенные энергии, какие-то субстанции, они остаются неизученными. И наверняка, по обычному человеческому глазу они как бы особо не видны. Иначе бы люди, может, как-то пугались еще что-то. Я просто к тому, я просто подумала, если римский папа считается наместником Бога на земле, отслеживает и создатель неба и земли, кто становится римским папой. Но, судя по всему, как я изучала этих римских пап вообще, я как бы, знаете, как-то немножко я засомневалась вот в этом. Просто есть определенная система, есть определенные правила, как в любой организации, так сказать, определенные правила. Ты приходишь каким-то со своим уставом, вы знаете, в чужой монастырь, а там эти недовольные, скажем. Ты понимаете, что будет? Это тоже такая отдельная, очень интересная тема. Сквозняк у меня открыта. Сквозняк. Мы будем там прикрыть. Сейчас мы прикроем. Значит, у меня сквозняк. Сейчас. Сейчас приду. Я буду там прикрыть. Я буду там прикрыть. Вот такая звезда, вы смотрите мою очередную программу, моя творческая студия, позитивное мышление, всего позитивные мысли, потенциалная на макту, сайфуде. Ресторан, кафе красоты да бьюти, творческая студия, позитивное мышление, Татьяна Салмановна, макту, сайфуде. А чайничек, чайничек кипел, сейчас я этого горячего добавлю. Поэтому, конечно, в течение всей истории были различные, знаете, люди как-то объясняли, знаете, когда-то объясняли, какой мир, какой он там. Раньше вообще думали, что это земля, она плоская, держится на черепахах. У людей были разные объяснения. Потом признали, что это утопия. Понимаете? Отчего думали, а как? Они не видели, что она круглая, они понять не могли, как она может быть круглой. Они думали, что она держится на черепахах. Вот. Потом стали изучать, оказалось, что она круглая. вот. Потом они измерили, понимаете, когда вся эта, как говорится, как бы, техника, наука и техника пошла вперед. Вот. Они стали измерять. Есть же, наверное, объем, какого объема земля. Вот. Ну, они тоже считали, понимаете, они тоже еще вот считали, что если они померили, знаете, как вот, как там, кто-то же мне говорил, однажды будет, наверное, доказано, что дважды два – это не четыре. Я где-то это слышала. Вот. А почему? Я сейчас догадалась. Просто с течением времени наука и техника пошла вперед. Вот. И уже смогли измерить, как каким-то образом измерить эту землю. Вот. И они решили, что вот это и есть, это и есть истина. Понимаете? Потому что они измеряли, ну, метраж, да, там, межмент в Америке другой. Ну, в общем, метры. Да, они по метрам, на сколько там, метры, метры, километры. И они решили, что если они измерили метр, километр, они километрами там вот это измерили, решили, что это вот так и есть. Понимаете? Они одному не учили, что когда-то считалась земля плоская и что она стоит на черепахах, что точно так же может оказаться, что метраж, который они померили, вот между 2, знаете, вот это 2 плюс 2, 4. Вот между двумя и двумя еще есть, ну, чтобы ровная цифра была, я не знаю, клуб 5 утра. Татьяна Салмановна и так хочет. Еще есть один. Вот это вот. Вот, смотрите, 2 метра и 2 метра. Сколько будет? Задачка такая математическая. 2 метра и 2 метра. А это будет 5. А почему? Это я просто на скидку говорю. Ну или 8. Ну ладно, давайте 9, 9 мистическое число. Давайте не 2, 2. 4 и 4 метра. Смотрите, 4 метра и 4 метра. Сколько будет? Это будет 8, да, вы считаете? Мистическое число 9, а это будет 9. Потому что между 4 метрами и 4 метрами еще есть 1 метр. А почему он есть? Может так оказаться, что он есть. Потому что когда-то, говорю, что об электричестве и об лампочках тоже никто не знал. Вот. И объясните людям, которые жили 500 лет назад, как работает мобильный телефон. Это может быть определенная плотность, которую человек не видит. Таким взором. У него глаза, у него глаз, мне, как говорится, еще зрение не так развито, чтобы увидеть этот метр. Это другое измерение. Он просто этого не видит. Если хотите, можно по-другому сказать. 4 плюс 4 это 8, но это не 8, это будет 18. Вот так. Потому что 1 и 8 это будет 9. Но обычным глазом это не увидит. Так вот, на этой площади тоже существует что-то. Что там существует? Откуда я знаю? Откуда зачем Салмана знать? Я просто как-то вот догадалась. Мне такая мысль пришла в голову. И тем самым земля получается не той метражности, как они насчитали, а немного больше. Ну да. А что происходит на той земле? Ну, знаете, как говорится, эти фантасты, в истории, понимаете, есть фантасты, которые фантазировали. Откуда я могу только как-то вот, как-то что-то такое типа фантастическое. Что это делал Салману Туху, тоже Спилберг. Кто думает, возьмёт это делал Салману Спилбергу, вообще как сценарист, вообще быть, Голливуд. Я же хочу быть это певица, актриса, это великость, большие гонорары. Я могу это просто просто так профилософствовать на эту тему. Ну, что далеко ходить? Там что-то в Библии написано, как-то вот, что Христос, Он воскрес. Явно, если предположить, что если и правда вот был Христос, Его наверняка воскресил Создатель неба и земли, которому подвластны всё. Просто Он решил Его, чтобы люди, ой, люди были недовольны, они решили вот так вот с Ним поступить. Судя по всему, Создатель неба и земли, как там, Он может всё, поскольку Он создал небо и землю, вот. Я думаю, что Он решил как-то по-другому, решил вот поселить Иисуса Христа с семьёй, там вот это, то есть как бы, не знаю, там, отдельный мир или отдельное что. Вот на этой земле какой-то там вот это, но Его не видно, потому что эти люди недовольны, понимаете, они были недовольны, но раз недовольны, значит, они это не видят. И всё, короче. Ведь я так вам на вскидку, а что там? А Он там живёт, Его просто не видно. Или там какие-то праведники были, понимаете, вот там, вот эти какие-то, знаете, вот эти вот, которых там всё-таки сжигали, там какие-то эти, знаете, вот эти совершенно мученики, понимаете, они там всё открытие делали, а к ним очень зверски относились. Вот. Они как бы не нужны были. Они, может быть, тоже где-то вот в этом мире там спокойненько живут, открытие делают, так что вот. Ну, эти люди были недовольны. Сладатель неба и земли и подумал, что раз люди недовольны, да ладно, вот это мы постели вот на этой вот этой площади вот этих людей, те не видят этих, и всем хорошо. Это что? Это как Тесла. Понимаете, такие люди передовые, они, которые опередили, опередили намного-намного там этих вообще лет, вообще открытия всякие. Различные энергии, эфир, про эфир, понимаете, вот он писал про эфир и так далее. Всякие там такие вот эти какие-то эксперименты с этими молниями, с кораблями там, точно-точно не знаю, он же был, у него такая специфика была, я особо не знаю, я особо в этом не знаю, я не разбираюсь в этом. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Я уже писала в моем лайф журнале, но это для фантастической книжки можно написать, я как фантаста. Так что человеку была дарована свободная воля, ему не нужно учитывать, нужно учитывать, что тот, кто создал небо и землю, создатель неба и землю, он может все. Поэтому если произошла какая-то агрессия и так далее, наверняка, поскольку свободная воля, если как бы останавливаешь какие-то вот эти процессы, это считает, что, в общем, ну, понимаете, это нарушает свобода воли. Я немножко, знаете, как книгу Дональдю Волс в этих книжках, немножко пофантазирую. Просто, наверное, там вот с неба, знаете, как это, Джон Кека пишет этими, ваши мысли с большими буквами написано на небе, создатель неба и земли все это знает, все записано, хроники Акаши. Он так сверху смотрит, создатель неба и земли, вот, и там что-то такое, там вот это, ну, в общем, что-то вот это, а он так думает, ну ладно, если они так вот решили, что-то произошло, а создатель неба и земли потом это восстановил. Я не знаю, что, не знаю, там корабль, там дом, какую-то технику или еще что-то вот это. Ну, грубо говоря, кто-то ехал там, а на автомобиле, в общем, что с этим автомобилем, короче, автомобиль этот разбился. Это грубо, я так вот просто вот грубо вот вам говорю. Это был какой-то в единственном экземпляре, какой-то ретро, это был автомобиль в единственном экземпляре, какой-нибудь ретро. А создатель неба и земли так смотрит и думает, а вот ему нужен этот автомобиль. Он такой раз, его и восстановил. А хозяин этого автомобиля так смотрит, и он не понял. Тот в дрейбезге разбился, а вот это, вот чей вот это автомобиль теперь? Он такой смотрит, так это же его автомобиль. Вот что-то такое произошло, ну, непонятное произошло. Ну, это не относится к этому ни к чему, понимаете? И тут уже ему создатель неба земли намекает, что ты уже вот это, так что все, короче, ты ему, короче, вот это, это уже, он восстановил, значит, ему для его нужд надо, это уже не его, не этого, ну вы поняли, да? А тут как-то, тут как-то немножко возмущается, понимаете, тут как-то немножко возмущается. А потому что тут никого не увидел, понимаете, вот там все мобили есть, и вроде как это хозяина нету. В общем, он намекает, намекает, что уже все, автомобиль уже не твой, твой уже все, тючу, короче. Ценности, которые были повреждены, разрушены и погибли во время Второй мировой войны, я же говорю, для фантастических книг, я же написала уже, они могут быть восстановлены. Потому что я считаю, что можно написать, но тот, кто создал мир, он может все, он может воссоздать эти ценности, догоценности, фонтаны, еще что-то, воссоздать, чтобы наслаждаться. А кто будет воссоздать? Я не знаю, вы у меня спрашиваете, кто будет наслаждаться, а откуда я знаю, наверное, Иисус Христов будет наслаждаться. А они такие видят, короче, ширму, видят картину, короче, вот увидели картину, им говорят, что картина нет, картина погибла, сгорела во время Второй мировой войны, и доказательства. А они-то оттуда к этой картине пристали, а что пристали? Посмотрели подлинник, а там документы, что картина сгорела, а они думают, нет, во время войны там что-то перепутали, картина, наверное, другая, сгорела, поскольку эта, эта картина, она подлинник. И у них как-то в голове это не выходит, они говорят, значит, там перепутали, война была, перепутали, просто там другие картины были, что там, кто там разбирался, что там эти, как там, столько картин, вот эту, кто там, это, вот эти экспертизы, и все такое там. Как там, вы поняли, да? А они так и видят картина, посмотрели подлинник, и претендуют, короче, отдайте картину. Вы помните, да, сипура, это совершенно анекдотическое. И вообще, мир может быть многомерным. Понимаете? Вот смотрите, машина времени. Как вот в этом, очень, это такая интересная тема, это мне для сказок. Знаете, мы с моей кошкой, мать Эдипирса Дебаси. Вот. Такие книжки, знаете, сказки для взрослых. Машина времени. Вот. Машина времени. Понимаете? Если одновременно, в этом времени можно очутиться и 500 лет назад, и, например, плюс 100 лет назад, или плюс 500 лет назад. Ну, хорошо, предположим, там, 500 лет назад, или 100 лет назад, это как-то вот более вот это. А как можно очутиться в будущем, если, в принципе, ну, я не знаю, если свобода воли, то можно сказать, что точно будет через 500 лет. Это интересный вопрос. И как можно очутиться 100 лет назад, когда это уже было и прошло? Это о чем говорит? Что люди придумали время, понимаете? Вот вы считаете, что сегодня такой-то день. А у нас сегодня, мне компьютер показывает, что у нас сегодня 9 июня 2021 года. Сегодня сейчас у нас вечер. У нас сейчас 9 вечера. О, смотрите, 9 вечера, знаете, а вообще сейчас вообще такая просто шикардос. Смотрите, сейчас у нас 9 часов 6 минут, 9.06, 9.06, 2021 года. Время сейчас у нас. Это люди придумали. Раньше люди не понимали, даже во времени, вот смотрите, солнце встает, там, где оно встает, солнце садится за горизонт. Светло, темно. Когда светло, человек бодрствовал. Когда темно, люди спали. И все, я так понимаю. Потом определенный, вот, как бы, вот решили, вот время, что вот время, что вот столько-то часов. Потом решили время поменять. По старому стилю, по новому стилю. Вот кто-то решил, короче, сейчас будет другой стиль, короче. Ну, все, короче, другой стиль, другое время будет. Это же придумали люди. Поэтому оно может быть многомерное. Поэтому тоже это придумано людьми. Понимаете, ну, это фантастика, знаете, это Пелевина, вообще, что-нибудь такое фантастическое. Как-то походить, что меня Болливуд взял, как говорится, этот, как там, режиссер великий. Я вообще-то хочу быть, знаете, такой-то великой актрисой. А потом сама сценарий пишу. Это, понимаете, какие-то мои такие вот, я, знаете, очень много каких-то таких вот фантастики, такая сказки для взор, что-нибудь такое интересное, понимаете, что-нибудь такое интересное предложить. Вы знаете, вот как Чародея или вот этот фильм, который мне нравится, Иван Васильевич меняет профессию, ну, что-нибудь такое свое. Я просто подумала на эту тему, что, в общем, как-то, как-то вот оно, понимаете, и вообще тот человек, который ограничен знаниями, это я книжек умных читала, это жемчужина мудрости, когда он ограничен знаниями, он знает, что это нельзя. А те, кто не знает, они, знаете, такие вот, они как-то вот, в общем, делают открытие, в общем, как-то каких-то этих сверху, это очень-очень интересно. так, не знаю, коротко, вот эту вот эту вот, эту вот эту вот возьму, видите, она сквозняка, там я уже закрыла, ох, это мне нахладная вода, вот эти, здесь закаливание, вот эти закаливания. Ах, это закаливание в холодной воде. Ах, это закаливание. Ну, это я о чем. Знаете, о чем мы стали вообще говорить? О счастье, о любви, о том, что нужно, в принципе, вот это вот, быть процветающей. Знаете, о чем? Я немножко отвлеклась. То есть я сама немножко вот кушаю, рассуждаю. Ну, да, знаете, я тоже посмотрела этот клуб, книжный клуб. И вообще в книжке почитала, что меньше читай, больше думай. Но я перефразирую эту фразу, говорю, что какие-то такие, кто любит что-то такое почитать, знаете, вот это вот, прочитал, подумай. То есть я, конечно, не знаю, вот кто какую-то вот эту вот, смотри, кто что читает. Я имею в виду вот эти книги «Позитивное мышление. Смежные науки». Не просто так прочитал, прочитал, там этот текст, на этом много страниц. Там прочитал, и нужно как-то подумать, порассуждать, потому что там такие жемчужины. А если ты жемчужина, это не просто прочитал, это нужно применять в своей жизни что-то хорошее. Так что вот, как мы с вами читали? Посвящать, например, день, как бы день, например, работу свою Богу и людям. Вот. Как пишет в книжке один из основателей позитивного мышления Норманд Винсент Пилл. Это не просто, это не просто прочитал, думаешь, ой, как хорошо, так написано, классно, короче. А потом так прошло пять лет, ты думаешь, потом накраснула пыльку, что я это уже читал. Так это что, я уже читал пять лет назад. Ну да, ты читал, но ты же это не делал, правильно? Поэтому прошло мимо. Я там в ТикТоке, я вчера у Дима спросила, что такое там ТикТок, он даже спросил, как там ваши эти, попить, как вам там, как там это из Сибири, студенты из Сибири. В общем, как-то, в общем, ну, понимаете, там что такое, Дима, там про ТикТок, я даже не знаю, что такое ТикТок. Кто-то там в ТикТоке, ТикТоке, там еще что-то такое. А кто-то посвящает, например, свой день, свою работу, свое творчество Богу и людям, чтобы принести какое-то благо. Благо. Возвращаясь к книжке Норманта Винсента Пилла, они, видите, зовут таксист. Позитивный таксист, который любезный, возит клиентов, с ними, наверное, очень мило разговаривают, они дают ему хорошие чаевые, у него хорошее настроение, он зарабатывает, ему нравится своя работа, он любит людей, он с ними вежлив, а они платят ему деньги, может, постоянные клиенты. Это не значит, что он там хватает звезды с неба, и что он, знаете, полетит в космос. Понимаете, это не значит, что если вот он будет говорить, что вот я посвящаю свою жизнь Камдине, Богу и людям, это не значит, что он станет космонавтом. Об этом и идет речь. Речь идет о счастье, знаете, о гармонии, понимаете, что он доволен своей жизнью. Вы не знаете, что он будет космонавтом. Или, знаете, балериной. Речь идет о том, что он будет космонавтом. Ну да, ну, для тех, кто вам там будет интересно, ну, смотрите, по-другому, статья сама, не надо, вот это ноги, ноги не надо, вот это ногу на ногу, нужно вот так, плечики ровненько, сюда. И, в частности, знаете, вот о переписке, знаете, я там уже написала детское шампанское. А почему я написала? Никаких, знаете, никаких вот этих, каких-то там вот этих сигарет, сигар, вообще-то этой выпивки, запрещенных каких-то вот этих, ну, понял, это вообще, понимаете, это просто нонсенс. Как мне написала, знаете, вот это детское шампанское. Ну, или вода, или какой-то сок, там, виноградный, или там, я не знаю, в общем, детское шампанское. Потому что происходит, в общем, в этом оппозите, если происходят необратимые, короче, процессы в организме, в частности, в голове, которые, в принципе, как там, они не восстанавливаются. Я предполагаю, что их можно восстановить. Или лечебными водами, или где-то там люди уходят, там, в горы, в монастыри, там, где-то молятся. Ну, вот. Может быть, там, когда молния ударила, собор Петра и Павла, может быть, кто-то прозрел. Может, знаете, мол, мне ударило, может быть, я не сомневаюсь, у людей, которые видели, может быть, кто-то излечился, например, от каких-то болезней, даже не понял. Так что, вот, моментально, причем, излечился и не понял, что это было. Вот. И вообще, у нас это правдно говорить, вообще, там, король Артур, или что-то, где-то там, в этой книжке написано, что... Стареть и болеть, это, знаете, придумали люди, особенно, знаете, эти болезни, вот это вот все. Я вообще читала, что был такой период, что у человека не имел такой, вообще, тенденции, вообще, вот этого, что не старел и не болел, вообще. Я в своем этом видео американском говорю об этом. Ну, вы хотите, чтобы я пошутила, вы хотите, чтобы я вам сказала ответы на все вопросы? Я могу немножко предположить, издалека, профилософствовать на эту тему, для моих книг, для моего, знаете, этого, кафе-ресторанта, литературный клуб. Потому что не надо трогать, как говорят, священный лес обезьянок. Вот есть на Бали, совершенно шикарные обезьянки. Да еще говорят, священные обезьянки, есть храмы обезьян, там обезьянки живут. А еще говорят, что священные эти обезьянки, да еще вот в том и том, в том и том лесу, огромные леса, там ведь обезьянки. Нельзя их трогать, обезьянок. Ну, а про отношения в Китае к собакам, я вообще, это не к еде сказано, да, это мы вот это вот обмолвили словом, и все. А уж о традициях, где-то там в Скандинавии по поводу рыб, там вот это мы тоже, тоже опустим, это не к еде, это в общем, вы поняли, да? Так что вот. Я уже говорила, что теория такая, знаете, наворовать, а потом шопиться в гармонии с собой, то есть это разные оппозиты, понимаете? Если наворовал, то иди и бойся, если ты честно заработал, ну да, здесь захоронять надо, вот это вот. А если наворовал и хочешь шопиться в гармонии с собой, ну, в общем, вы поняли, да, то есть здесь как-то, ну, сами-то подумайте. В общем, вот это да. В общем, вот это да. Я там уже говорила, на самом деле, так вот, немножко, знаете, для книги. Ну, что книга перейдена, тоже нам интересная, там, тут мужчина из Китая, попал прям в Россию, там, стал каким-то начальником, вот это вот все, с этими друзьями, как-то необычное, ну, такое вообще перейден, такое интересное пишет. Ну, да, зато и богат. Ну, у кого-то такое, какое-то реалити-фэнтези, эргонично-эффективное, люди любят это вот это вот. Это вам не то, что, знаете, вот этот рост долг, вот это вот, электричество, вообще моментально в два раза цена у меня выросла, по типу, вот это заплатите, знаете, вот это вот, будут звонить. И также, знаете, вот это вот, по типу, please, 550 рублей, think of bank. Вот, по типу. и если там даже это по пенде написала на коколе 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 закладываю что-то не я вообще там трогать вообще это как вы там посмотрите же она говорила я уже говорил там какая энергетика такая это посмотрела ведь к такая там вообще нельзя было вообще эту землю как-то трогать знаете какие-то вот эти вот древние гробницы в эти тоже границы нельзя входить знаете вот на самом деле там смотрите на интернете там вот какие то вот это кто туда вошел потом вышли они вышли с неизвестными болезнями оттуда это не к еде будет сказано не к еде ну да песочка наведем быть сильными знаете чтоб знаете сразу хотя же все и сразу сразу не заниматься быть балериной об джим не ходить там не ходить а потом быть все таким знает как это одно шварценеггер который занимался много лет а то чем ходить зачем заниматься как говорит между каримнарбеков они приходят на его семинары и там лекции хотят все знаете хотят волшебную таблетку вот для тех кто не знал это незнание у тех разный шанс понимать вот для тех кто не знал и по незнанию практик не знал а там же все записано а если знал и пошел против как мы с вами читали по самолайку против этой великой силы которая знаете вот это может все решил сразиться кто решил сразиться с великой силой я как считаю знает как надо написать это книжки вы знаете все короче на все там поколение на вы поняли да немножко мне эта штучка упала продавали нет обещали на тысячу куда везде будут по календаре они уже стали почти давать эту воду уже зашипела зашипела я вообще не поняла там было написано с 10 утра а может быть с восьми с 8 может быть с 8 до 10 не помнить 10 до 8 уже попал полдесяток зашипела надоют воду дают попора все избили поняла что водопроводчики что так плавно работают у них дирамированный рабочий день я не хотел чтобы мы этой холодной водой заказали при степи порфирия иванова немножко зашипела на все что как-то вот это по мне то мы станали на тарелке мыть надо поможем так чашки али за год и холодно поруч тоже буду закалять поэтому конечно нужно заниматься знать нужно заниматься зарядочкой хотя бы 10 10 минут в день такие у читать как там раньше советское время включить там это радио утренняя гимнастика знаете какие-то такие обычные как кто как может вот это очень полезная что в меру возможности или там лежа потом встал и как-то вот это там какие-то наклоны повороты приседали кто может кто там это отжимания круговые движения там тазом давно понятам руками кверху руки как-то вот по простому даже можно по простому потому что человек способен двигаться на эти раньше люди очень очень много ходили двигались вот вообще знаете что здорово и здоровые органы были дорогая на позвоночник общем нужно конечно знаете вот это вот нужно за тобой конечно вот и среди там какие-нибудь на этом более в ногах и еще где-то могут быть от зажива знаете грибки нервные окончание может куда позвонок вот вот и что там такое очень позвоночник это очень как говорится позвоночник что был прямой община не чтобы это не не так и наверно и останку для нужны останку держать вот об этом просто думать напоминать себе или познать как-то вот это такая ежедневная к ежедневная как там уже не состоит на из таких мелочей вылечили мелочи себе должен напоминать это же напоминаю что тоже начинают меня роста высокий всегда был такая метод метр семьдесят пять ростом а вот ну что она пошипела и все что вот это вода вода ну да да тут на этом явление было что один день отключают воду и он на второй тоже там отключала вы должны дать на воду вот если там такие умели задать что такое там капантин что это вот это вот если они там ничего там нет они за там какие-то там что что там прокладывать это работа навезли там счетово песка все тут на земле ли песка там на взгляд эти видео вчера же не сняла эти видео это надо знать снимать или машину даже при с этим как-то в общем не буду в общем да но вчерашние видео загружала загружаю мастер уже загрузила и муча не все наверно еще на мою страницу вконтакте татьяна сама на махтум сайфудин на мои каналы youtube посмотрите мои каналы youtube она мою страницу вконтакте и поменяла даже моё фото вот меня море я вчера же делала такие шикарные фотосессии ах это тетяна сталманных хотела монтажами как-то чуть к чему-то нам вот это вот как-то какому-то такой что это вот к любви жизнь любви что-нибудь там такое типа токи почему-нибудь такого там хорошего балконе там на трон балконе спальня что им такое позитивное очень черепа помадку очень как-то вот это по тем как-то к аффирмациям о книжке натальи правдина позитивным аффирмациям к велениям к научным аритам жозефа мэрфи что не такой позитив что или такое позитив ну понимаете я немножко так просто порассуждала вот это вот кушая порассуждала на определенные темы в общем ну для ну как найти можно сказать что в принципе да вот фантасты фантасты рулят и выкладки пелевина в общем как-то вот то что у пелевина вот так вот рискать что такое в общем то что такое оригинальное больше такого оригинальное потому что планируешь такое оригинальное понимаете написать и сама сняться своих этих шикарных фильмов понимаете для этого еще сценарист сценарист я училась на телевизион продакшн в америке штатик коннектикут вот вот такие вот дела сейчас смотрите я тарелочку от удара поставлю за поставлю тарелочку за поставлю губки сейчас немножко подкрасть надо будет губки подкрашу как губки подкрасть сейчас подкрашу губы губки тервить немножко потому что помада у меня такая не то да такую помаду то есть автоман на не советует вам такие помады покупать в принципе по баджет у меня такой баджет баджет как там я там купила ну да как и платят знаете вот это вот хотя мои внуки давать к я танцую тянусь какая нужно 1 быть сам одетый на миллион выглядит на миллион долларов выглядит на миллион платит знаете там за 400 рублей ну правда кулон кулон в общем этот я уже рассказывала про этот кулон ну да хотя мы можем обсудить от пола замужем за парикоксом датчик 3 полами не надо ногу на ногу давай как-то вот так ну не надо что-то раз уже сказала спинку прямо ногу на ногу не надо каждое дело что там читали дать иногда привычка канонку ногу на ногу продать вам же рассказывала про свалим про моего бывшего мужа про примат владалки про его семью что он такой доктор доктор вы поняли да шикарный дом хоть у меня мама и работала блин сдавьте на какие в советские времена знаете работать редактором ли на сдать это и знаете считалось очень престижный вообще знаете иметь профессию работать сочеталась конечно это и советских времен эти вот это иметь мужа как там быть замужем иметь детей такую дайте работу и вообще квартиру на этой комнаты в принципе дайте такой то есть советские такие советские мерки там и были советские времена были другие времена но не надо сравнивать с американской так что вот мне мама работала всю жизнь новая блин и старте редактором в принципе разбогатить она меня разбогатила жила мы жили учиться очень очень скромно но он говорил мне пластик у одного выходной платья одно который я покажу штатом году выкинул хотел сохранить коричневый золотом одно платье на лет 40 лет 40 у него было одно вот такое на новый год одеть платье на эту сторону чуть больше покрасить поэтому конечно в общем жили скромно ремонт такой перевел для историю квартиру без ремонта это вообще бы ваш купить петрушу еще ремонт и сделать а все катались я просто молчу они тоже дают тоже конечно все остальные так вообще вот это вот вы даже не разговаривать не будем просто я маме хочу сказать что мама бы вот не влилась бы знаете вот в этот вот американский коллектив но ведь и родители там кидорды знакомые моего мужа так что вот по своей такой слишком много поняли да чтобы чтобы она знать каким-то образом так это влилась и так далее мне нужно было богатеть стать знаете стать такой вот этот бизнес или бизнес леди олигархом вот когда был другой уже другой статус я очень хотела я писала книжку тайная психология денег секрета богатства процветания хотела двинуть короче так что вот тогда вы уже она бы как бы могла влиться уже как вот это вот если я разбогатела я почему я стала такой там когда поехал купрессинг а действительно я чувствую очень купрессинг нужно было или как-то вот такой какую такую летнюю работу там скат или как-то вот это богатеть иначе понимать такой прессинг понимаете ты вообще так приехал из россии как бы никто это очень такое я прям чувствовала прям на эти вот прям нутром чувствовала это очень знаете если на мою вот одному вот этот вот характер я не знаю это просто на самом деле вы поняли да вот это вот это вот расширять зону комфорта люблю себя так что я поэтому и хочу быть это актриса голливудская я хочу сидеть это гримерке чем я там такая такая голливудская и хочу чтобы знаете эти были поклонники с цветами с бриллиантами так что вот когда вы мне дарили машины белые дачи бриллианты потому что они являются моими поклонниками то что они там какие-то вот эти я замужем вообще просто что я им нравлюсь только велика актриса а я ему говорила ну да я не знаю я возьму это колье за миллион долларов или нет я подумаю они говорили они говорили для меня будет большая честь если вы примете это колье от меня в подарок и оденете и я увижу на вашей шикарной волшебной на вашей фигуре вот это вот это колье еще вам платье пришло шикарно так что вот а я бы еще отказывала так что вот ну а чего там есть понимаете они скучают почему не сделать любимой актрисе или певице подарок там есть такие вот эти вот всякие богатые люди так что вот эти фанаты ну там было чтобы они были безобидные такие фанаты ну да поэтому тренирую еще а такой оратор качку актерское мастерство все мечтал засечь банки писать букета цветов может поклонники вот это ну да а не буду отказывать думаю принять мне вот эти вот а вот это вот колье линии ну да или сказать окажите нам честь окажите нам честь поужинать с вами так что вот вы поняли да так а я вообще не поняла какая какая честь и знаете вот с ним это сядешь там за столик кушать он будет молчать это это свою энергию тратить да вот это вот это после вот этого съемочного дня вот это вот под съемочного дня он сидит за столик и будет молчать еще неизвестно какая у него энергетика выходит чтобы я его своей энергетикой его развлекала да вот это я вообще не поняла ну да а потом как татьяна стал маме вспомнить как у меня мама жила я тебе за всю жизнь и юрий антулич вообще почти ничего не подарил так что фор три гвоздики или там что его шоколадку вычитать он вам надо вспомнить она еще скажет знаете да я приму там ваша колье если к этому колье будет еще короче кольцо с бриллиантом или серьги с бриллиантами а так возьмите короче не надо так что вот не надо мне морочить голову отнимать моё время за как сады ты не надо елосить бабушку так что вот скажет и забудет и все а чё она будет вспоминать то а выходить хочу надо было взять хотя бы это колье вот это вот ну я на вскидку хотя не знаю вспомню это в итальянца которым этот цепочку до сих пор должен с этим кулоном так что знаете лучше конечно короче брать это колье короче короче но здесь же смысл в другом возьмите мне богатеть на этих колье что вы понимаете здесь смысл в другом понимаете если вы будете брать эти колье и стремиться разбогатеть за счет этих колье а о вас подумают что вы хапуга а если вы бросите ему это колье и скажете что еще нужны эти сережки и вообще кольцо с бриллиантом он будет вообще в шоке а то мы подумаем что вы хапуга понимаете если вы хотите так разводить мужиков на этих колье а потом с этими колье будете сидеть себя и ощущать просто в жопе так что вот а а если он короче срочно сбегает купит еще вот это кольцо эти сережки вот ну в общем на самом деле другая будет энергетика понимаете и отношения желать ему хорошего и он на своем бизнесе еще прямо заработает еще больше денег и всем хорошо короче так что вот есть разница вы чувствуете то есть он сама она все знает а он все объяснит даже к бабке не ходи так что вот а если будешь как хапуга брать этими колье и будешь знаете как это как скряга понимаете как скряга вот это вот а здесь всем хорошо у тебя вот это все есть просто королева вот это вот и он там еще разбогател а он еще богатей и не пышках или там этих алмазов там эти каучи вот это говоришь ему я приношу счастье я приношу счастья и ты еще добега деревьев как нибудь вот это вот это не то что конечно поэтому хорошо хорошо чтобы все были все были в доставке ов потому что он мне деньги в казино спустил понимаете сломан и так уже видит даже бабки не ходить сигнал из космоса он если бы это не купил спустил бы это все в этот короче в этот коврочи говори как называется в казино любитель играть казино короче все любители играть казино давайте сюда короче с бриллиантами вот это вот зачем проигрывать деньги в казино когда можно тут это дарить эти колье колье с бриллиантами так вот все проиграл вот это вот такая система есть психотерапия это психотерапия за большие деньги ну да это то не то не роберт он же консультирует этих президентов вот этим салман и просто другой подход только можно другой подход просто берет этими наличкой так что вот да определенная психотерапия потом она еще скажет мужчина хотите это тело салмановым нам знаете вот это вот как это называется вы можете помочь да да я скажу да могу помочь ходить ходить вот это вот чтобы вы отказали не в казино а ко мне на концерт и дарили мне вот эти вот алмазы бриллианты и не проигрывали деньги в казино так что лучше сюда носить и понимаете вот эту пункту сидим это все дети как там эти драгоценности всякие вот эти вот такие вот эти вот чем проигрывать казино дарят давай дарит дарит и у него в бизнес это восполняется вот Вот, вы поняли, да? У него это восполняется по бизнесу. И никакого расстройства. Так что ты вот? Это я сама придумала. Это такая фишка, ноу-хау. Ну что, на эксклюзивном балконе? Ох, ну ладно, сейчас я там и там. Сейчас здесь уже прикрою. Здесь я прикрою, там открою. А, еще здесь тебе чего-то заснять надо. Сейчас, ну ладно, хорошо. Сейчас я здесь засниму себя. Сейчас здесь засниму. Так что, вы смотрите, потому что такая наша... Вы смотрите, моя программа лишь немножко здесь отсвечивает. С вами я, Татьяна Салмановна Макту. Тун Сайфудин. Моя авторская программа, моя студия позитивного мышления, силы, позитивные мысли. Вот такие вот дела. Себя еще нужно прорекламировать тогда. Очень хорошо прорекламировать. Эротическую. Так, сейчас здесь вы тут немножко понаслаждайтесь. Понаслаждайтесь. Сейчас я вам включу свет. Включу свет. Меня зовут Салмановна Макту. Я обманюю, как я вам включу? Продолжение следует... 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 Ну что, в принципе, что? Немножко мне нужно утеплиться. Это такое лето, такой ветерок, знаете, такой, ох, вообще такой бриз, сейчас помечтаем. Сейчас Татьяна Салмана вам будет рассказывать про вот эти вот, сейчас мне нужно переодеться, ну что мы в одном этом наряде, что им такое одеть, такое, да? Ну, желтенькое, желтенькое, а там мужчина подъехал на машину такой, ох, такой парень, подъехал, ну ладно, Татьяна Салмана, ладно. Только нужно утеплиться, я хотела жить в это вот, хотите, вот это американское, длинное, какое, какого цвета, по цвету картины, или желтенькое цвет, вот такой желтенькое, на этом, на таком голубом фоне, сейчас я переодянусь, жди меня, я буду вам рассказывать про эти лето, ох, лето шикарное, огромное количество этих мужчин, Татьяна Салмана искала себе мужа, иностранного, только там 5 лет, вот. Вот, с иностранцами общалась, по телефону они приезжали, сама в гости ездила, так что вот, вот такие вот планы, сейчас я переоденусь, эти наряды, а, может быть, эти санта-классные, ну, понимаете, вот это, воду-то не включили, я вообще не понимаю, будет вода или нет, а нет, что ждут, что ждут, что ждут? Какое, а какой платье одень, не ждете, я не знаю, то, какой платье одень. Я вообще не понимаю, вот это вот. Как-то, как это мы говорили, в чем-то сниматься-то буду, что, что, какое, какое платье одеть, вот это платье одеть, вот это платье, или вот это вот, как говорится, или такое длинное. Для съемки же еще наряды нужны, а вы как думаете, наряды нужны? Ну что, а американское одеваю? Ну хорошо бы помыться, а воды нету. Что же она попить, вот это, холодно, что ли, полоскаться? Ну хорошо бы помыться. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Знаете, как, наверное, и здесь, здесь уже все компьютеризировано. На компьютере. Там вопросы, отвечаешь на вопросы. На компьютере отвечаешь на вопросы, правильно ты отвечаешь, проходишь эти тесты. Что ты правильно ответил, там нужно выбрать вам из трех вопросов, три ответа. Какой правильный? Так что вот такие вот дела. Потом уже водительская часть. Знания моего английского оставляли как-то вот это. Я даже не все вопросы могла и, в общем, достаточно на сто процентов даже понять. Так что вот. И, знаете, там, если неправильно, может быть, как-то даже и понял, то, знаете, это же нужно правильно ответить, а чтобы правильно совсем ответить, нужно это правильно совсем понять. Как-то вот так. И сколько там можно было, две ошибки можно было, по-моему, сделать, всего две ошибки. А если это делаешь больше или как-то вот это, то уже на следующий раз. Я, наверное, уже рассказывала, кому-то эту историю. Такая история интересная. Сделав уже две ошибки, и оставался последний вопрос, и я над ним стояла, я не знала. Я не знала, как правильно ответить на вопрос. Я вот стояла перед этим компьютером, смотрела на этот вопрос, смотрела на ответы и думала, если я сейчас отвечу неправильно, то я экзамен не сдала. И я не получаю водительских права, а если я отвечаю правильно, то я получаю водительские права, если я сдам еще вождение на моем Мерседесе, вернее, на Перри, который Перри купил для меня, на белом Мерседесе. Я стояла и думала. Я уже представляла, что водительские права у меня уже есть. И я должна сдать. Я должна ответить правильно на этот вопрос. Из этой мысли я стояла очень долго, может быть, минут 15, назовем вопросом. Там уже все разошлись, все разошлись, привлекла внимание от этого пулист, этого пулист, который уже не понял. Все уже ответили на эти вопросы, они там уже катаются на этих машинах. А я все с этим, как там, вот этим автоматом, банкоматом. Ну, с этим автоматом, в смысле, ну, я немножко, если она сама шутит, с этой машиной, и, в общем, как-то вот это. А там не ограничено, я не знаю, там, наверное, не ограничено было время. Если бы там по времени было, вот это вот, а там, я как-то, может, ответила на вопрос, и, как бы, вот, идешь дальше. А они, наверное, не предполагали, что, в общем, как-то вот это. Благодать Господа не сходит на вас, когда вы танцуете, а не стоите в пути мученика. Бог любит жизнь, вон есть жизнь. И каждое мгновение утворит жизнь, пишет Sunlight. Так что вот. И, конечно, я правильно ответила на вопрос, сама себе удивилась, и я подумала, просто фантастика какая-то, фантастика. Это было, в принципе, из области фантастики. В общем, из области фантастики это было. Ответила я правильно на вопрос, и дальше, вот, на, так, с парковки, с парковки надо было сел, как это, рядом со мной, вот этот вот инспектор, американский, я заоруюсь, за свои, на своей машине там можно было сдавать. Вот. Проехали, проехались там по квартальчику чуть-чуть, ну, и медленно, чуть-чуть, нормально, а чего там. Знаете, как-то я уже имею такой, а на Хаммере там уже, уже не успела потренироваться, так что вот. Единственное, что там было, конечно, такой неприятный момент, когда он сказал, мы когда въехали обратно на эту парковку уже, ну, что там, по-моему, и переезд тоже, по-моему, был, переезд уже, да, был, там какое-то такое место было. Вот. А брата, когда въехали на эту небольшую парковку, он мне сказал, теперь паркуемся задним ходом. А почему задним? По-моему, он мне сказал, чтобы я задним ходом припарковалась на парковку. А почему он не могла? А там можно было, потому что можно было просто вот в переднем, ну, как бы вот так. По-моему, задним, да? А может, передним? Ну, я помню, там какой-то момент был, уже столько лет назад было. Столько лет назад. Ну, скорее всего, по-моему, он теперь сказал, что паркуемся... Паркуемся задним ходом. Ну, припарковалась, я, знаете, припарковалась, хотя, знаете, все, говоря, сама себе тоже удивилась, да, для меня это, в общем, как-то вот это вот, припарковалась задним ходом. Ну, и все, он сказал, что сдали, нормально, все, можете идти, получать права, там, даже, по-моему, как-то фотографируют, да, там, сразу фотографию, там, вот, и росписи, в общем, все это целлофонируют, и все, и, в общем, как-то вот так. Я в моей книге пишу, используя только, знаете, только вот эту вот технику на самом деле, но хочу вам сказать, по моей практике, это было на вообще грани какой-то фантастики, поскольку там было столько шансов, что, скорее всего, как бы, ну, может, я как-то не сдам, вот это вот. Там не было такого, что, понимаете, вот такая уверенность, уверенность, ах, да, я уже сдала, я такая крутая, вот это вот, не было такого. Я не знаю, поэтому, честно говоря, если у вас есть возможность выучить эту книжку, знаете, хорошо, во-первых, научиться водить машину, вот это вот, чтобы вы знали, что вы на 100% все хорошо. Книжку вы уже изучили, теорию вы знаете, практику вы знаете, тогда вы уже идете на этот экзамен, уже такой, ну, я узнаю теорию знаю, практику знаю, я, конечно, в общем, ну, с таким вот этим, с этой уверенностью. Так что, здесь тоже такой вот этот вопрос, визуализация, вот это как-то, может быть, лучше, знаете, не рассчитывать на, не по типу, как-то повизуализируй экзамен, да, лучше, наверное, учиться, знаете, выучил материал, понимая, что материал знаешь, в общем, что вопросы все изучил, все билеты знал, знаете, как на экзамен идти. Все знаю, да, конечно, отвечу, но если не на 5, то на 4, перейдешь с уверенностью. Такой очень интересный вопрос, кстати, сейчас-то я подумала. Потому что, знаете, как в этом фильме, мой парень-ангел надеется, что вот такой вот ангел спустится, знаете, вот откуда там, с небес на землю, и подскажет вам про эти снежинки на экзамене, как она сказала, что она вообще не знала, это у нее само в голову, знаете, про эти снежинки, про этого Кеплера, вот, и что ей поставят 5, что она само в голову, вот это вот, эти знания. Хотя, хотя, не будем исключать, бывает фантастика. Это же я читала в этой, вы можете даже тоже за ютубить, вот, и посмотреть про спящего пророка, как же американский спящий пророк-то, который сделал очень много предсказаний, это, во-первых, очень много предсказаний. Вот, сейчас я вспомню. Так у него вот с детства была фантастика, он мог учебник положить под подушку, а с утра знать все, что написано в учебнике. Очень интересно, правда? Спящий пророк. Он такой очень известный, хроники Акаши. Запамятовала, запамятовала я его имя, такой очень известный. Так что бывает фантастика, бывает фантастика, просто вот так вот. С детства мог... Он, наверное, как не очень учился, а потом с ним произошли такие, такие очень интересные, странные чудеса. Наверное, Бог хотел, чтобы он знал, что у него такой вот такой дар какой-то вот этот, что, ну, так Бог помогает, что он, наверное, книжку вот так вот подушку, учебник, и знает все, что написано в книжке. Это, знаете, для того, наверное, чтобы он понимал, он, значит, такой вот был, он мог сказать, он мог так вот предвидеть, вот, и его неоднократно просили, приходили, чтобы он нам сказал, например, какой билет в лотерею выиграть, чтобы номера выигрышных билетов назвал. Он это никогда не сделал, вот. Он считал, что это неправильно. Так что вот. Ну, так он вообще сделал, я там, сколько он читал, сделал очень много предсказаний, целый там институт такой, который, знаете, там огромное количество и там пациентов было, и людям очень многим помог. Такие вот дела. Моё лицо освещает внутреннюю красоту, добра, света и любви. Моя красота неуязвима. Я настраиваюсь на волну здоровья и красоты. Все люди тянутся ко мне, как к источнику света, красоты и любви. Я плыву в гармоничном потоке космической энергии, красоты и вечного обновления. Я люблю весь мир, любовь нашла меня. Я утверждаю любовь. Я сознательно и твердо выбираю для себя любовь. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Сейчас немножко передвину сюда. Субтитры добавил DimaTorzok Как здесь получается? Если я сюда сяду, я сюда могу поставить мою книжку, чтобы красиво было. Субтитры добавил DimaTorzok 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 Не холодно, не жарко, погода совершенно шикарно. Ну что, решили, решили, что я еще расскажу про вот эти вот, так скажем, такие летние активити. Ну, вы знаете, я начну издалека, потому что в рамках творческой студии позитивного мышления, силы позитивной мысли и вообще искусства жизни, науки жить в любви. И просто, как бы, что, я могу сказать, что если я вот так вот сидеть дома, сидеть дома, как говорят, под лежачий камень вода не течет. Да, под лежачий камень вода не течет, поэтому если сидеть дома и ждать, что кто-то, если вы, например, ищете, не знаю, там, любовь, вот, ходить, например, там, выйти замуж, найти любовь. Если вы будете сидеть дома и считать, что нет, есть такая теория, что нет, некоторые как-то дожидались, сидят дома, и к ним, знаете, как-то вот так вот может как-то кто-то случайно, может, знаете, знакомый знакомых, есть какие-то такие случаи. Но лучше в этом плане быть все-таки более активным, вот, посещать, не знаю, какие-то, как некоторые советы, знаете, там, шахматы и клубы, где много мужчин, там, ну, какой-то, не знаю, там, дискотеки, вот. Ну, в общем, выбираться почаще из дома, быть активным, посещать какие-то курсы, может быть, поинтересам, может быть, там можно встретить свою судьбу. Ну, кто-то использует такие новые методики, это, знаете, вот эти вот брачные агентства, а еще, знаете, знакомство по интернету. Так что вот, если вы разместили свою анкету в брачном агентстве, в серьезном, и хотите найти себе мужа, то это уже, уже первый шаг. Так что вот, следующий шаг, это, конечно, правильно рассматривать те предложения, которые поступают. И здесь, конечно, неизбежно связано, в общем, с тем, что нужно каким-то образом общаться, созваниваться по телефону, встречаться, идти навстречу или в дальнейшем на свидание, вот, общаться. И здесь мы плавно переходим к очень интересной теме, это общение. Потому что очень важная, очень важная тема. Кто-то любит молчать, кто-то любит как-то поговорить, смотри, конечно, о чем поговорить. Все разные, конечно. Кто-то, может быть, знаете, вот так вот, один, второй, третий раз сходил там, ну, или там, в кафе на свидание, или поговорил по телефону, ну, как-то думает, а вот, может быть, знаете, разочаровываются. Может, я хочу сказать, что я, наверное, искала себе мужа лет, даже больше, да больше пяти лет. Дополняла анхеты, там, в общем, делала фотографии, переписывала, сидела в агентстве, там, в агентстве встречалась, вот так, в кафе, там, в общем, сюда приезжали, я ездила за границу, так что, вот. Субтитры делал DimaTorzok Просто, знаете, как-то сказать, что, знаете, так вот, много, не сколько там, определенное количество раз встречаться, потом подумать, ну вот как-то не получается, что же делать, знаете, даже можно, знаете, вот так вот идешь, например, там, навстречу, я не знаю, можно это назвать свиданием, если это первое знакомство, а ты идешь навстречу, в принципе, не знаю, как-то можно назвать свиданием, если это просто знакомство, наверное, все-таки, когда уже больше, чем один раз, в общем-то, ну, в принципе, какая разница, какая разница, а представляете, если вот так вот идешь, встречаешься, где-то там, ходишь в агентство, а некоторых, может, вообще не приглашать, да, или там разместили анкеты, никто не звонит, никуда не приглашают. А кого-то, да, приглашают в агентство, едешь в агентство, а там еще смотришь 20 девочек, и 20 девочек сзади тебя стоит, наверное, на прослушивание, на просматривание очередным женихом американским, которому за 60, и он там говорит, ну, 35, там, вы что, 35, мне как-то вот до 32 хотелось бы, тем более посмотрите, сколько их у вас здесь в этом каталоге, так что вот. Вы сходили, например, на один раз, другой, третий, на десятый раз идете, если вы, знаете, как-то популярное, вот, а взять их 10 раз, второй раз вас на свидание не приглашают, не приглашают, выбрали кого-то другого, вы понимаете, да, я просто вам рассказываю, я столько раз не ходила, я просто понимала, понимаете, весь, в принципе, трагичность такой ситуации. Это можно, знаете, бесконечно ходить, а представляете, вы идете туда десятый раз, потом на десятый раз уже возвращаетесь домой, время потратили, вы сходили, вы поговорили, как бы, надеетесь, ждете, что вам позвонят, что, в общем-то, как-то жених, в общем, потенциально вам не звонят, выбрали кого-то другого. Просто не знаю, да, как вы считаете, самооценка, она у вас повысится, или будет падать и падать? Вот это очень интересный вопрос. Вы, наверное, будете думать, что с вами что-то не так, что там в внешности, там возраст, там еще что-нибудь начинаете придумывать. А потом у вас это, как бы, получается так, что, ну, я не знаю, какой-то там более-менее какой-то там, что-то скажем, что такое средний какой-то такой мужчина, вы знаете, как-то особо вам не надо, но он, знаете, на вас там как-то обратил внимание, вы думаете, я уже столько там пытаюсь вот это вот создать семью, и никто вот этот как-то вот этот вот, вроде как этот на что-то более-менее как-то согласен. Ваша самооценка, она уже, знаете, так вот упала. И вы вместо того, чтобы достойно, достойно себя представлять, представлять как бы свои интересы, понимаете, свою жизнь и свои интересы, вы соглашаетесь, наступая, знаете, на свое я, на свое я, вот это вот. И соглашаетесь на многое, что вам не свойственно, только потому, что, ну, а вот других вариантов нет, а время-то идет. Самолет. Ах, в небе самолет, он опять идет на посадку, ну, это как обычно, у них, наверное, есть тут рейс, наверное. Я в это время как-то вот это, а у них самолет, да, он на посадку снижается, огнями даже там это, он даже, у него огни зажгли, чтобы в него никто не врезался, да. Идет на посадку, там точно его, это, посадочная полоса, он пошел на посадку за дом туда, к лесу. Там, кстати, большая лесополоса была. Ну что, вы хотите создать семью этих претендентов? Нет. Вы там все ходите, ходите, уже неизвестно, там, не знаю, там, месяц, два, может, полгода, а может быть год, а может быть несколько лет. И все без толку. Здесь о какой любви может быть, знаете, вот это вот, искусство жизни, жизнь любви. Получается, что вам нужно рассматривать тот вариант уже с той стороны, с мужской, какой, какой вам предложат. И смотрите, пришло, например, три года, четыре года. Ну, все там вот ходили, там все думали, ну ладно, вот это четыре года. И тут, в общем, такой мужчина, он вам даже и не очень нравится, но он вот обратил на ваше внимание, вам вот предлагает. Не знаю там. А вы думаете, а вот как-то я бы хотела по любви, все-таки по любви выйти замуж, создать семью, детей по любви, а что делать-то? Интересный вам вопрос, да, правда? Вы хотите по любви, а этих кандидатов вообще нету. Они выбрали кого-то другого. Вот у вас и дилемма. Вам дальше ждать или рассматривать этого? Наступать на свое «я» вот это вот? И создавать семью. Или дальше ждать. А что дальше будет, неизвестно. А вы хотите по любви. Они когда смотрят, они, понимаете, я не знаю, там раз вина есть возраст. Кто-то там должен за 30, а за 35, а 40, а про возраст за 45, понимаете? Если брачные агентства, там, в этих агентствах, в браке с иностранцами, вот эти вот девушки были до 45. Я как сейчас помню, они принимали анкеты до 45. Я помню, такие вот эти штучки, до 45. А если вам 48 лет? Поэтому Светлана Ермакова и вот говорит, что задавайте ей неудобные вопросы, поскольку, наверное, но удобные, уже как-то отвечены вам. Вопросы уже на них ответили. Так вот, а вы хотите по любви. А ее как-то на горизонте, как бы вот это, а вот этот вот предлагать, и вот дилемма. Вот создавать семью. И как вам будут относиться, и как ваша самооценка упала, и что вас там ожидает, если вы едете за границу, это, знаете, это иностранная вообще, и язык, и, в общем, и порядки, и все вот такое вот это. Если вы подумали, что, ну, хорошо, ну, вот, там, да, там, все-таки, если он даже, а он еще вас замуж да не зовет, он еще замуж не зовет, чтобы он еще замуж позвал, еще нужно постараться, так что вот. Он как бы еще замуж не зовет. Вот он и вопрос, понимаете, одно дело, эту книжку взять, очень красиво там почитать, жизнь в любви, вот, а окунуться вот так вот в жизни, по жизни, столкнуться, знаете, с этой проблемой, знакомиться с иностранцами, ну, и вообще, знаете, а про наших, знаете, вот это вот, если вы возьмете, как говорится, не знаю, там, русских женихов, я точно вам не могу сказать, у меня такого особого опыта нету, я просто вам, просто у меня опыт есть общения с иностранцами, очень такой вот большой опыт, такой искала мужа, по моему опыту, конечно, я, знаете, все они были таких достаточно интеллигентных профессий, очень интеллигентные, достойные такие, знаете, почти, ну, все как-то такие достойные мужчины. Поэтому, знаете, есть такой вот вариант какой-то, вот этот вот, совдеп, знаете, «Эй, ты, иди сюда», вот этот вот, если он на улице сказал «Эй, ты, иди сюда», что он скажет, что он может сказать при личном общении или в квартире, это, в общем, вы поняли, да? И где же эта любовь, и где же ее искать, ну, в общем, как-то вот это вот, впечатлить с этими книжками, поэтому многие женщины читают эти любовные романы, поэтому, знаете, вообще говорят, это любовная тематика, любовные романы, я никогда не читала, у меня еще такого опыта нету, вот, я, как говорится, книжки читаю только вот позитивное мышление, смежные науки, искусство жизни, вот, и вообще книжки, вот эти популярные любовные романы, кинальные женщины предпочитают начитаться любовных романов, помечтать, понимать о чем-то таком возвышенном, о каком-то таком принце, вот, и, в общем, как там говорят, некоторые вот в этих, кто там, кто там, кто там, это из какой-то лекции, из какой-то лекции смотрела, а, из этой, по-моему, это Грейс говорила, Грейс или кто, что многие живут в этом тихом отчаянии, вот. Это мы возвращаемся к чего? К книжкам Луизы Хей, к аффирмациям, как полюбить себя, в общем, и вообще, на самом деле, очень много таких вопросов, и стоит ли читать аффирмации, и вообще, помогают ли они. И есть ли связь между, вот, полюбить себя, знаете, вот, вы любите себя, связь между, еще один самолет летит, как в прошлый раз, это самолет охрана, давайте немножко все им как-то развеем, немножко пофантазируем, еще один туда-туда же курсом летит, уже снижается, знаете, самолет охраны, он отстал, он от того отстал немножко, так что вот, просто если вы хотите, мы можем ближе к жизни, так вы хотите как, ближе все-таки к этим книжкам, аффирмациям, к чему-то такому, или как-то вот такая жизненная какая-то тематика, мы можем поднять определенные фильмы, потому что я достаточно такие, там, те новые русские, вообще, знаете, вот эти такие вот фильмы, вот это какая-то немножко другая траектория, а, этот изменил траекторию, а этот туда не совсем, какой-то вот он дал более влево, он влево более руля дал, а у него другая полоса, он тоже снижается, тоже снижается, а может быть, это когда вот, вот так вот смотришь, это может быть чисто, такой визуальный обман, может он не снижается, может просто я вот, он летит, я сижу, он летит, может быть, это чисто визуальный обман, ну, в принципе, какая разница, а если мы с вами поднимем статистику отношения к женщине в семье, вот в российских семьях, в американских, в Европе, вот это на самом деле такая будет, я так понимаю, особенно по нашей, вообще по России, это будет, в общем, неутешительные будут цифры, и неутешительные будут какие-то вот эти вот, в общем, такие результаты, это я на скидку точно не могу сказать, здесь мы плавно возвращаемся все-таки к фильму, вот этот вот между нами девочками, к этой девушке на пенсии, Ираде Степановне, и как же вообще вот Ираде Степановне в этом фильме, вот ее героине удается вот так вот, удалось даже на пенсии быть вот такой вот и активной, и привлекательной, можно сказать, даже очень соблазнительной, для ее пенсионного возраста, вот, и чтобы раунд было два мужчины, ну, конечно, мне могу сказать, только что вы хотите, это сценаристы, написали сценарий, вот это вот, другое дело, если бы вы сказали, что есть такая вот эта женщина, которую вы, например, знаете, и это реальный пример из жизни, это другое дело, ну, знаете, мы с вами как бы рассматриваем, понимаете, здесь, знаете, в определенных книжках, вот пишут, что должна быть такая модель, когда есть уже такая модель, можно на нее как-то вот так немножко равняться, что-то еще третий самолет идет, ой, сегодня прямо, это, наверное, делегация, наверное, мы принимаем иностранные делегации, что-нибудь такое, знаете, вот это вот, ну, что-нибудь как-то вдохновиться, третий самолет идет, это все туда же, иностранные делегации, это не охрана, это не самолеты охраны, это мы сегодня принимаем иностранные делегации, так что, все-таки как-то припозднились, или мы завтра их будем принимать, они сегодня разместятся, им нужно выспаться, так что, третий самолет, до сколько минут, я не поняла, там какой-то новый, Нью-Аэропорт, Нью-Васеки, короче, Нью-Васеки, там отстроили, Нью-Васеки отстроили, туда, я не шучу, третий самолет туда полетел, это иностранные делегации, они все прибывают и прибывают, понимаете, здесь идет о том, в этих книжках очень умных пишут, такая модель, понимаете, если ты уже посмотрел, и можешь как-то, как-то немножко скопировать, что-то вот такое скопировать для себя, в хорошем, в хорошем смысле, философию такую хорошую, вот, вот здесь о чем речь, я не знаю, поэтому я вам и привожу, огромное количество видео выкладываю, из того, что я интересуюсь творчеством Натальи Борисовны Правдиной, вот я вам привожу пример, что она занимается, вот написала много книг, продала больше 20 миллионов экземпляров, известно, богато, путешествует по миру, сама об этом говорит, вот он, пример, богато, успешно, сама себя сделала, поэтому я вот, очень много, как говорится, книжек ее привожу, пример, и все на моем, с ютуба, на мою страницу ВКонтакте, выкладываю ее и в видео, и отрывки из ее книг, и то, что она говорит, как ей удалось, как ее жизнь фантастически изменилась, что она очень нуждалась, семья у них очень нуждалась в Америке, они жили на очень скромные деньги, вот, она стала заниматься фуншуй, позитивным мышлением, трансформацией, что жизнь ее изменяла, книжка и учение Сен-Жермена, веление вознесенных владык, аффирмацию по Луизе Хейл, вот, вот она о чем говорит, а учение вознесенных владык, это написано в Марк и Лизабет Профит, книжке, а в этих книжках, я же вчера читала, там написано, Марк и Лизабет Профит, в этих книжках написано, что им и вообще, они тоже, я так понимаю, состоятельные, богатые, в общем, как-то вот это вот, ну, как там, как там были, то есть, знаете, когда там это уже, вот это вот, благодаря вознесенным владыкам, благодаря, в общем, Сен-Жермену и вообще велениям и так далее, что Лизабет с детства верила, Марк даже от нее учился, что вот она с детства верила, что бог восполнит ее нужды, она так жила всю жизнь, вот, ее муж Марк так и говорил, что если бы, он даже не сомневается, что если бы Лизабет захотела вонский мост, она бы убедила, английское правительство, ей, в общем, продать этот мост или как-то, я же в этой книжке читала, поэтому это же не является, как вот я же вам не читала, фантастические книжки, я вам читаю книжки, вот примеры, хотя здесь может показаться, ну, знаете, там, аффирмации, в общем, какие веления, вознесенные владыки, это как-то немножко звучит, Сен-Жермена, ну, в общем, в общем, что это, как-то фантастически очень звучит, ну, а что вы от меня-то хотите? Я просто вам пример, вы говорите, а вот есть у вас что-то вот из жизни такое, что вот кому-то помогло, вот Наталья Правдина говорит, что она в богатой живет, и второй раз уже, вот в очередной раз замужем, и счастлива замужем, и Марк Лизабет Профит прожил, как говорится, вот Марк мечтал о таком доме, о такой женщине, составил карту сокровища в 40-х годах, и у него все исполнилось, вы же хотите примеры из жизни, я вам привожу примеры из жизни, а также какую-то вот такую интересную модель, которую можно взять из фильма, если кто-то такого возраста, пенсионного возраста, и думает, что пенсия, пенсионный возраст, а что же делать? Это хорошо, когда 18 лет. Другое дело, если вы уже на пенсии, можете ли вы стать такой Раиде Степановной, за которую у нее уже бэкраунд, и так далее, но возможно и нет, но приблизиться каким-то образом, к такому образу, или взять какие-то, знаете, что-то такое для себя интересное, чтобы жить самой счастливо, ведь в чем смысл, знаете, как говорят, в чем смысл? Смысл жизни, говорит Наталья Правдина, с самой жизнью, а это значит в каждом моменте жизни, вот, и как учат посвященные, нужно наслаждаться жизнью, и быть в настоящем, в настоящем моменте, непрожитая жизнь, это сплошные разочарования, а жизнь должна быть прожита, а чтобы она была прожита, и счастливо прожита, нужно быть здесь и сейчас, наслаждаться мелочами жизни, казалось бы, чашкой чая, ужином, природой, погодой, небом, летним вечером, шикарный, не знаю там, вот, что, как это называется, деревья, свежий воздух, я уже приводила разницу, а можно вот открыть балкон, сесть, в общем, и думать, но почему я вот здесь, как называется, в спальном районе, на Комендантском, а не, ну, короче, не в Малибу, не в Майами, вот это вот, почему, и почему я, ну, почему я вообще не в Майами, не во Флориде, почему я не в этом, понимаете, живу не в Нью-Йорке, и вообще, не в Малибу, почему Пугачёва так известно много лет, можно попереживать по этому поводу, понимаете, те люди, которые хотят попереживать, они всегда что-нибудь такое найдут, какую-нибудь фигню, почему они не там живут, почему Пугачёва столько лет известно, так что вот, вот разница, просто вам объясняю, понимаете, вот она, знаете, чёрная, чёрная, чёрная и белая, вот, да по фэн-шу, и не я, а можно из того, что есть, приготовить ужин, по возможности красиво одеться, красиво это всё оформить, почитать какую-то интересную книжку, посмотреть хороший фильм, я не знаю, там открыть балкон, подышать свежим воздухом, и в общем, насладиться тем, что погода хорошая, а также посмотреть, я не знаю там, чего там вообще, те, кто добился успеха, что там говорят о счастье, о любви, об успехе, как они добились, как они думают, что они делают, может быть тоже как-то что-то такое сделать, может быть это поможет, может быть почитать аффирмации, как-то выписать, почитать аффирмации по Луизе Хелле, по Наталье Правде, или может быть съездить, если у кого-то, может быть богат, может быть в школу очарования, или вот сейчас у Натальи Борисовны проходит в Суздале, как называется этот, какой-то эксклюзивный, вообще семинар, детокс, я думаю, что люди поехали наслаждаться существенным, детоксом, вот она разница, а можно горевать, что вот там я там один сижу, там одна сижу, почему я одна вот сижу, почему меня вот в ресторан не пригласили, почему я одна, почему там еще что-то, почему это, почему-то так что вот вот такие вот дела поэтому как говорят есть язык процветания и забор так вы знаете язык из обилия также наверняка язык любви когда мы читаем что такое хорошее это часть этого хорошего становится частью нашей жизни это примерно то же самое как найти впитывать энергию богатства по джону кеха когда мы читаем что-то возвышенное хорошее о любви понимаете эта часть этого хорошего становится частью нашей а у нашей жизни об этом говорят посвященные учителя поэтому они советуют думать о хорошем концентрироваться на прекрасном окружать себя красивыми вещами вот думать позитивные мысли поэтому и советуют что-то хорошее читать там а любви понимаете смотреть какие-то хорошие фильмы и думать хорошо так что вот вот такие вот так и дела это моя авторская программа творческой студии позитивного мышления силы позитивной мысли с вами была татьяна салмановна макту сальфудин смотрите мои другие передачи моей творческой студии позитивного мышления и силы позитивной мысли салмановна макту сальфудин смотрите мои олень конец салмановна сальфудин и слабо саламнан макта-саламнан